Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и сегодня я хотел бы поговорить о том, как прошел год для Иксбокса, затронут TGA, ну а также поделиться своими перспективными наблюдениями о том, что ожидает Иксбокс в будущем. Перед началом видеоролика, как всегда, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, ну а также разминайте пальцы для того, чтобы писать свое мнение в комментариях. Начну с того, что я уже давно являюсь игроком консоли Иксбокса, и если же с 360-м боксом это был просто подростковый период, где я играл и не знал, как устроена игровая индустрия, так называемая игровая кухня, то с анонсом Иксбокс Ван я начал за этим наблюдать намного детальнее и чаще, активно следил за новостями, слухами, и в целом это продолжалось после выхода. И как вы знаете, было создано наше сообщество, кстати, не забывайте подписываться на Телеграм, где идет розыгрыш на любую игру, ссылку оставлю в описании, ну и группу ВКонтакте, где вас также ждут актуальные новости. И в те годы, хоть и не особо удачные в финансовом плане для подростеления Иксбокса, я был действительно рад многим анонсам и вещам, которые предлагают игрокам, и действительно видел прогресс и развитие самой консоли. Новые функции, анонс обратной совместимости, подписки, несмотря на провал Иксбокса, он действительно развивался. Я искренне болел за них и желал того, чтобы они становились еще лучше, и чтобы вы понимали, я все еще этого желаю и пытаюсь верить, что это произойдет. И как вы понимаете, у меня большой опыт по слежению Microsoft и использованию их продуктов, да и к тому же у меня два игровых кресла, поэтому вам стоит мне доверять. Вот на дворе 2022 год, и казалось бы, вот тот самый Нексген, который все ждали и о котором все мечтали, потому что Иксбокс Ван, к сожалению, имел очень много проблем по типу дизайна, там 720p и так далее. А тут все получилось наоборот, и мощь, и куча игр, и подписка, ну в общем не Нексген, а сказка. Да и к тому же куча студий, которые вот-вот выпустят проекты. Честно, я очень готовился к этому поколению, поскольку это шанс выстрелить, рассказать что-то новое о данной консоли. Ну и самое главное, наконец-таки быть победителем, а именно на стороне Иксбокс, потому что теперь никто не напишет, что я взял говно. Я верил Филу, как многие сейчас ему верят, ибо его предложение в году, по-моему, 2017 в виде Иксбокс Геймпасс, он был действительно нечто новым и инновационным в игровом плане, и капец как повышал лояльный. На самом деле, майки по большому счету остались реально верны своей стратегии, за это, кстати, респект, и они ее гнут до конца. А заключается она в том, чтобы эксклюзивные игры выходили в день релиза в подписку. По факту это происходит сейчас, но если целостно посмотреть на этот год, то можно сказать, что этот год у Иксбокса выдался неплохим. Вышел Пенсимент, скорная игра от создателя Рика и Морти, вышел Круссфер Икс, и посмотрите, сколько офигенного инди добавилось в подписку. И это все новые игры, это то самое разнообразие, это новая история, а не как у Сони, там, ДЛС за 70 баксов, просто потянули графон, и все. Те, кто говорит, что на Иксбоксе нету игр, они по сути не правы, потому что если вы посмотрите на то, сколько игр добавилось в подписку Xbox Game Pass, вы просто офигеете от их количества. Почему многие к эксклюзивам, как и я, в принципе, относятся с более таким серьезным подходом? Ну, потому что эксклюзивы это лицо игровой платформы, визитная карточка. Как бы вы ни хотели, но эксклюзивы это либо смысл покупки консоли, либо приятный бонус к этому. И только очень странный обладатель консоли не будет рада с тому, что попадает в подписочку Xbox Game Pass. И такие вот игры, они важны для платформы, в любом случае, как вы ни крутите. И если вдруг вам эксклюзивы не нужны, то играйте в мультиплатформу, в чем проблема? И что касаемо этого года, Microsoft своим игрокам предоставила, как всегда, интереснейшие нишевые проекты, которые как раз таки скрашивают игровую индустрию в это непростое игровое время. В то время как я их конкурент для своих игроков выкатил какой-то Гранд Туризм, Хорайзен, Бух Войны, похожий больше на DLS за 70 баксов, ремейк Ласта Фаса, Стрей, Сифу, Майки выкатили в этом году, Кроссфайр Икс, Пенсимент. И вам этого мало? Мне как игроку, который как раз таки устал от высокобюджетных проектов, который уже тошнит смотреть на высококачественную графику, анимацию и классные экшн-сцены, хочется глоток свежего воздуха во всю эту банальщину духоту. И Майкрософт свои стратегии удовлетворяет таких, как я, на 100%. Мне эта тема, как и многим неравнодушным, прошу отметить, давно следящим за этой ситуацией, не дает покоя из-за жалости к Соне. Поскольку Майки просто своим предложением топят подразделения Сони, их реально становится жалко. Пока Сони пытается выдавить еще один жалкий десятый миллион за своей старой франшизой, предлагая игрокам неполноценную игру от DLS за 70 баксов, Майкрософт дает игрокам искусство, что-то скрытое от простого игрока, который поймет не каждый. Возьмите тот же Скорн, простой игрок, который любит смотреть кинцо, он никогда не проникнется данным искусством, он никогда не поймет заложенный смысл в этот проект. И если честно, смотря на эту ситуацию, становится как-то обидно за игроков PlayStation, поскольку им уже который год доставляют вот эти ААА проекты, и из-за этого они не могут прикоснуться к реальному искусству, который выходит на Xbox. Но если вы ждете какой год уже триплее проекты от Microsoft, хочу напомнить, что это огромная компания, у них очень много студий, но это как бы не Вася, MC Company, который пытается вам делать игру ли? У нее очень много денег, возможностей, технологий, и они уже вовсю разрабатывают кучу проектов, которые должны выйти со дня на день, остается лишь немножко потерпеть. Вот такую вот капельку, осталось совсем немножко. Они в следующем году обязательно взорвут игровую индустрию, ведь у них есть Hellblade 2, Starfield, Redfall, делается Fable, там в разработке Indiana Jones, еще проекты. Меня могут осудить за то, что вот уже какой год нету тех самых проектов, но, ребят, данные проекты уже не за горами, мы осталось чуть-чуть, надо потерпеть. И хочу отметить, что игры просто так быстро не делают собеседку, вот купили, по-моему, в прошлом году, и вы думаете, вам выкатят сразу несколько проектов? Нет. И очередной перенос того или иного проекта от Microsoft, это еще один этап полировки продукта для того, чтобы он стал лучше. И так с остальными играми, самое главное, в этом нужно доверять Филу, потому что он все-таки геймер, он знает, что нам нужно, тем более он ни раз нас не подводил. Хейла нам обещал, выпустил, да, я понимаю, что он поддержит его, ну, не так быстро, как хотелось бы, но все-таки он сделал даже для пацанов бесплатный мультиплеер в нем. Кэшбэк 10% на все. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. К примеру, 343 уборщицы поделилась недавно успехами по развитию Хейла, и это не может не радовать. Многие до сих пор говорят, что в Хейла играть очень весело, и это важно, ведь ничего и никогда вам не заменит данного веселья. Граунды тоже вышел в этом году, и теперь официально. И вы теперь можете в него также поиграть, как играли пару лет назад. Разве это не здорово, когда на твою платформу выходят игры? После просмотра XBT я вообще не понял их претензий по поводу, почему Microsoft закроет Xbox, ведь у Xbox просто куча продаж, что только вспомнить количество продаж на Черную Пятницу. Посмотрите, сколько игроков играет в игры на Xbox, их миллионы. И то, что с Xbox что-то не так, это просто чушь, которые несут там какие-то Джамбо Максы. Те, кто с этим всем не согласен, это либо, видимо, отбитые Sony Boy, и люди, которые с пеной у рта сидят и завидуют, как настоящие ценители видеоигр, могут себе позволить поиграть в такие игры, как Pentium, Scorn, Crossfire X. Это, кстати, действительно легендарная серия, если вы не знали. И если бы даже закрылась Аргентина, вряд ли бы кто-то поливал говном Xbox, поскольку его любят не за халяву, как многие считают, а за удобство, доступность и как раз-таки за разнообразие на любой вкус. К примеру, тот же Xbox Series X, это очень мощная консоль, на которой 12 тарафлопс, и которая потом раскроет скрытый потенциал RDNA 2.1. Это разве не здорово, когда у твоей консоли есть скрытый потенциал, который пока не виден никому? Если вдруг вам не в чего было играть в этом году, и вас не вставляет разнообразие игр, поиграйте в старые игры, которые вы давно хотели пройти. У Xbox есть замечательная функция обратной совместимости. Нет новых игр, играйте в старые игры на новой консоли. Microsoft на самом деле учла абсолютно все потребности пользователей, что опять же им респект. Очень, кстати, классно, когда игроки, покупающие Xbox, не зная ни одного эксклюзива, они знают про Аргентину, и они понимают, что они могут взять игру намного дешевле, практически за даром, и почти не платить деньги, как те же обладатели Sony. Просто, чтобы вы понимали, к Microsoft претензий нет вообще. Они делают по факту все правильно, и если бы не их обещание о том, что нас ждет много всего крутого, и что каждый год будут чуть ли не лучше всех предыдущих, то нам просто было бы скучнее жить. Студий дофига, старых игр дофига. Окей, я уже знаю, что некоторые скажут, что игры так быстро не делаются, все дела, беседку так вот недавно купили, и вы будете правы. И, извините меня, у них куча студий, которые делают игры, но результат, он будет чуть-чуть попозже, опять же, потерпеть. То, что они не показывают скриншоты, это значит, что они очень усердно работают, и у них нету на это времени, и они просто не хотят раньше времени вас сводить с ума. Тем более, очень классно, что они просто вам дают время для того, чтобы вы поиграли в старые игры, и, опять же, это очень радует, что Microsoft думает о таких вот мелочах. На днях прошло шоу The Game Awards, и, честно, я ожидал, что там хоть что-то заанонсишь для Xbox, ну, выдадут геймплей, покажут CGI какой-нибудь, ну, так скажем, ожидал минимум. Но, смотря это шоу, если честно, я остался доволен, поскольку в подписку добавят много халявы, например, Animals and Party. Я считаю, это отлично противовесом игре Сифу, кстати, которая на Xbox выйдет в марте. Nintendo показала, Sony показала новые игры на этом шоу, но Xbox запустил 3 рекламы подписки Xbox Game Pass без Xbox, для того, чтобы игроки не забывали, что у них просто огромное количество проектов, которые можно поиграть почти на халяву. И самое главное, что майки все-таки придержали много проектов, чтобы в следующем году от их анонсов мы просто точно офигели. Стоит отметить, что Xbox видит всех недовольных, и уже глава по маркетингу уверил, что нам осталось потерпеть еще немножко. По слухам, кстати, Microsoft планирует в ближайшие 3 месяца провести свое личное шоу, где они должны показать результат работы. Вроде как они могут показать, наконец-таки, дату Hellblade'а 2-го, The Allow It, и якобы сейчас у них подразделение активно обсуждает, когда это все выпустить. На мой взгляд, подобный ход действительно должен порадовать игроков Xbox. Не могу упомянуть сделку слияния Microsoft с Activision Blizzard. Microsoft сейчас очень активно сражается с Sony, для того, чтобы как можно больше людей играли в игры, и чтобы Sony опять не начали впихивать эксклюзивный контент колды. И, кстати, заикнулись, что колда может быть даже на Switch. Мне кажется, это тоже заслуживает уважения, поскольку Microsoft смотрят шире и благороднее. И, наконец-таки, мы подошли как раз-таки к развитию консоли. Эта тема, на самом деле, очень тесно связана с теми самыми рекламными роликами на TGA. Глядя на них, во-первых, можно заметить, что в 2023 году нас ждет ровно все то же самое, что, по сути, у нас должно было быть в 2022, и эти проекты станут только еще лучше. Там даже показали двухсекундный геймплей Stalker 2, Redfall, Starfield. Но самое забавное, и для меня отчасти удивительное, это то, что в этой рекламе уже не было самого Xbox как консоли. И эта часть меня опять же подсалкивает начать верить в теории о том, что Xbox как консоль со временем начнет быть только лучше. И в игры от Xbox вы сможете играть абсолютно везде. На телефоне, на консоли, на телевизоре. И где бы ты ни был, Xbox будет с тобой. Их пиар, и это доказывает, бренд становится сильнее. Ну, если коротко, то это просто очередная победа Xbox. Если вам кажется, что эта теория крайне бредовая и все в этом духе, то на самом деле это происходит уже сейчас. Microsoft неоднократно заявляла, что им важен каждый игрок, и они готовы предоставить лучший игровой опыт. Те же консоли, да, вы можете играть на телефоне, на телеке, но террафлопсы как раз-таки только на консоли Xbox. Поэтому Xbox до сих пор очень важен для майков. А зачем они там покупают студии и так далее? Правильно, для того, чтобы игр было еще больше и консоль стала лучше. Просто раньше Xbox существовал как консоль, которую нужно было купить и сидеть, и за счет как бы этого Microsoft получала денежку. Сейчас это метавселенная, и мы в ней участники, которым дадут безграничный запас контента за счет стратегии Фила Спенсера и их студий. Сейчас просто Microsoft смотрит куда шире и понимает, что денег они могут получать абсолютно со всех устройств. На самом деле, Microsoft много чего делает для того, чтобы Xbox стал лучше, например, отсутствие виртуальной реальности. Они заботятся о том, чтобы игроки не блевали от шокального качества картинки и не состыковки кадров. Не ломали хату, не тратили денег на простые игры. За счет отсутствия классных AAA-проектов, они дают вам отдохнуть от них, чтобы в 2023 году вы просто офигели от их проделанной работы. О чем речь, если майки не жалеют сил настолько, что, к примеру, при разработке своего самого главного флагмана, даже приглашали настоящего уважаемого мопса для озвучки. И сказать, что они там просто сидят сложа руки, создавая какие-то профсоюзы, ну никак нельзя. Поэтому в последнее время мне реально больше кажется, что подразделения Xbox просто завидуют. Давайте посмотрим на то, как две компании бьют за то, где покупать игры и какую консоль купить. Если же та же плойка добавляет эксклюзивные проекты, персонажи в них, режимы, скины, дает там какой-нибудь двойной опыт в той же колде, Xbox этого не делает, потому что он понимает, что это неправильно так делать. Неправильно делать эксклюзивные игры. Это не по-пацански, он выше этого, поэтому он лучше. Почему вы спросите на Xbox не очень оптимизация? А все потому, что Фил и его команда так проверяют разработчиков на нахождение скрытого потенциала Xbox Series и технологии RDNA 2.1. Ибо как можно объяснить, что какой-то проект нормальной работы, так какой-то нет. Просто кто-то смог найти этот потенциал, а кто-то нет. Вот и все. И тут как бы вопросы явно не к Майкрософтам. Посмотрите на подписку онлайн, сравните последние подборки Xbox Live Gold и PlayStation Plus. Вам покажется, что Sony более щедры, но нет. Просто Майкрософт не хотят, что вы распылялись на столько большое количество старых игр и желает вам побольше времени провести, к примеру, в том же Crossfire League. Зачем вам, к примеру, еще две дополнительные игры, когда у вас есть куча игр непройденных старых? Для многих это может быть не особо важным критерием в выборе, но это показывает отношение команды Xbox к их пользователям консоли и это воодушевляет. Кэшбэк 10% на все. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Вообще, данная стратегия, она неплохая, и мне кажется, что она в ближайшее время реально принесет успех в подразделении Xbox. Просто я старого мышления и не могу привыкнуть к их стратегии. Но, несмотря на это, я уже вижу, как консоль расцветает, становится лучше, особенно если сравнить с PlayStation. И на самом деле я очень рад, что я купил Xbox. Я верю Филу Спенсеру и, по сути, осталось подождать совсем немного. И уже в следующем году нас ждет очередная Xbox. Победа! Ура! Победа! Поэтому такая вот обстановка, друзья, осталось потерпеть совсем немного. Если понравился видос, обязательно с вас лайк, подписывайся на канал. Обязательно пишите свое мнение в комментариях о том, как вам этот год Xbox, что вы будете ждать в следующем году. В общем, спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok